Мы с ним находились дома, а мы живем в Регине. И прозвучал очень сильный взрыв, а мой муж, бывший сотрудник МВД, и взрыв был очень близко. Он выбежал с подъезда и сказал, что нужно спасать. Я выбежала за ним, а до этого еще Ирпень не обстреливали так. Это был первый день 4 марта, когда накрыли Ирпень. И когда он вернулся, потому что возле нас произошел взрыв, мы побежали обратно в подъезд, и нам во двор упал снаряд. Потом мы пошли на холстер. И он попал в сердце, в пули, в спину, в ногу, кость сломала, такой величиной, что сломала ногу. А потом он в первом проеме упал, а я подбежала, а осколки падали в подъезд. Он мне попал в щеку. И снаряд остался в этом месте. Его не вынули, его нельзя вынуть. Это у мужа, да? Это у меня. Он упал в проеме, и я его тащила в глубь подъезда, потому что в снаряд следующий упал в газовую установку. И расшипел газ, и я его тащила в подъезд, думала, что сейчас взорвется зоб, я на него упаду и его спасу. Потом я начала ему оказывать первую медицинскую помощь, потому что на ноге появилась кровь, потому что я снялась кровь и начал отвязывать ногу. Потом он начал уходить на лице и подняла кофта. У него пуля была прям в сердце. И потом я увидел его идти, и он был в сердце. Потом мы приехали из Терриобороны, потому что у меня хвасталась сильная кровь, они забрали меня в поликлинику. А мой муж остался лежать в подъезде. Он пролежал 11 дней, потому что его не было возможности похоронить. Его похоронили потом ребята через 11 дней во дворе школы. А потом я приехала, была на Франковской области. Ему было 40 дней, 12 апреля на мой день рождения. Потом я вернулся на мой дождь, после 40 дней. И на субботу мы его выкопали и привезли сюда. И на субботу мы его взяли и привезли сюда. И это огромная масса людей. И теперь я хочу похоронить его. Он вроде как у него в скрытии. Он сейчас в морге. Мы рожили с ним 33 года. В четыре года мы были вместе. У нас один взрослый сыр и маленький внук родился, но только три месяца он очень ждал. У нас один взрослый сыр и маленький сыр, который он никогда не видел в его жизни.